Всем доброе утро, дорогие друзья! Мы сейчас отправляемся с Таней в Анталию. Эльдар со своим другом утром поехали летать на параглайдинге, поэтому наблюдайте, это у них в историях. Сейчас должен подъехать наш водитель. Моя задача сейчас вынести все чемоданы на улицу. Наш водитель прибыл, сейчас загружаемся и отправляемся. Главное, ничего не забыть. Так, сумка моя. Я просто только-только поставил влог на загрузку и буду его грузить во время нашей поездки. Точно, ничего не забыли? Возьми. Еще же надо подойти на ресепшн. Таня, возьми, пожалуйста. Компьютер будет открыт, потому что я загружаю влог. Ну все, пока вилла, было весело прыгать в бассейн. С той стороны садись. Только что перепугался, я подумал, что мы забыли Гуфи. Пришлось бы возвращаться. Мы едем уже около двух часов. Это наша первая остановка, передышка. Таня укачала. Нам еще к часа полтора ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, приехали мы. Будет ли кто-то в пятизвездочном отеле помогать нам сумки тащить или нет? Что-то никто не торопится. Ноль реакций. Только таксист. Никто не торопится помогать. Блин, выбесили реально. Никто вообще даже не подошел. Никто не встречает. Сумки как стояли, так и стоят. Очень странно. Подошел на ресепшн. Не очень они приветливые какие-то вообще. Хотя вроде как и Хилтон. Внутри банкомата у них нет. Придется мне идти в соседний магазин, искать банкомат для того, чтобы рассчитаться с таксистом. Только после того, как я сказал про чемоданы, они сказали, да, да, конечно, чемоданы занесем. Так что, взяли чемоданы? Ну, короче, банкомат там находится, сбоку там в магазине. И первое впечатление пока что очень печальное. Тянут наши чемоданы. Сейчас поеду с таксистом в банкомат. В итоге из-за того, что нет банкомата внутри отеля. И на ресепшене мне не захотели дать кеш. Хотя я просил, мне пришлось ехать с таксистом, искать банкомат, чтобы рассчитаться за поездку. Испорчено немного настроение, потому что сам отель оказывается очень маленький. Этот отель называется Double Tree by Hilton. И, видимо, тут все ниже классом, чем то, к чему мы привыкли. Снимем кэш. Снял я 2000 лир. За поездку сюда нужно будет заплатить около 1000 лир. Таксист просил 120 евро. Ну все, я рассчитался с таксистом. И пока Таня ожидала меня на лобби, понаблюдала за местным контингентом. И говорит, что здесь только русские. Исключительно русские. Везде русская речь. Видимо, в этот отель продают пакетные туры. Ну что ж поделаешь, мы здесь ненадолго, всего лишь на два дня. Зашли мы в наш номер. Открывается вид на горы. Но как только они узнали, что я золотой пользователь Hilton, сразу все замешкались. Нам выдали персонального батлера, который говорит, я буду все ваши пожелания выполнять. Отношение к нам поменялось. Просто жаль, что отношение искусственное. Нам, кстати, предложили бесплатно апгрейднуть комнату. То есть мы забронировали самую обычную комнату. Но нам сейчас предложили поменять комнату, возможно, на лучшее. Нам показывают вторую комнату. Здесь выход на бассейн. Но здесь ты будешь смотреть постоянно на людей. Поэтому мне та комната нравится больше. Это лобби сверху. Чувачок показал нам другие комнаты. И я понял, что я все-таки выбрал лучший вариант. Сейчас покажу вам комнату. Но я вам скажу, что реально все заметушились. Сразу все забегали. Сразу к нам подбежала женщина, которая улыбается на все 32 зуба. Понятное дело, вынуждена. Она сказала ключевую фразу нам. Welcome home. Говорит, добро пожаловать домой. Это, конечно, смягчило первое впечатление. Потому что, как мы только пришли, все расстроило. Номер особо тут показывать нечего. Вот такие две отдельные кровати. Скошенный потолок. Потому что это пятый этаж. Поэтому потолок тут вообще 4 метра за счет крыши. Я думал, что будет какое-то кресло, уголок. Но зато здесь спокойнее и видно горы. Я не думал, что этот отель продают пакетником. Там была креселка здесь. Да, здесь кресла нет. Потолок ты видела какой? Посмотри. Приветственная тарелка фруктов. Бесплатная бутылка вина, фрукты. Кстати, сейчас обед, и мы успеваем сходить на обед. Сейчас увидим, какой контингент. Вкусим сполна. В Хилтонах всегда очень чисто. Как вы видите, все очень скромно. Так, а тут что? Массивная дверь. Душевая комната. И рукомойник. Зато большой балкон. Просторный. Есть вид на море. Вид на горы. Я комнату выбирал в приложении самостоятельно. Но зато бесплатно. Но иногда и бесплатно не нужно. Я не буду сейчас говорить ничего, потому что смешанные чувства. Ты модель? Ну что же, ребята, походили мы по территории. Первое, что могу сказать, что территорий вообще почти нет. Она очень маленькая. Здесь есть тематический фудкорт. Но это прикольно, потому что здесь вагончики в стиле стритфуд. И в каждом вагончике, в каждой машинке разная еда. Там есть блины, хот-доги, крепы, вафли. В таком все стиле. Весь отель выполнен в современном стиле а-ля лофт. Я просто хочу предупредить те, кто рассматривает этот отель для поездки в Турцию на неделю. Или же там на 10 дней. Не вздумайте сюда ехать ни в коем случае. Это просто будет вашей ошибкой, которую вы будете жалеть. Не вздумайте сюда ехать ни на неделю, ни на 5 дней. Вообще не дольше, чем на 2 дня. Здесь даже один день скучно. Вот мы прошлись. Тут реально делать нечего. Тут очень маленькая территория. Пляжа почти нет. Пляж переполнен. Там люди лежат друг на друге. Бассейн переполнен. Да, отель довольно-таки стильный, выдержан. Персонал вроде бы работает неплохо. Но это все. Если вы хотите увидеть море, то вы не получите тех впечатлений, которые вы хотите. Не вздумайте вообще сюда ехать. Максимум просто переночевать. Если вам нужно где-то остановиться на 1 ночь, то можете рассмотреть этот отель. Просто на 1 ночь. Но не ехать сюда на неделю. Я забронировал этот отель на 2 ночи. Но я сейчас буду подходить на ресепшн и просить отменить вторую ночь. Потому что я даже не знаю, что можно здесь делать вторые сутки. А еще, ребята, я только что заметил максимальное жлобство, которому нет оправдания. Обычно такое прокачивают только в дешевых отелях. Но в этом я даже не ожидал, что такое возможно. Смотрите. Есть обычные карточки от номера. Их можно оставлять, их можно терять. В некоторых отелях, если вы теряете свою карточку от номера, у вас просят деньги для того, чтобы вам дали новую. Я считаю, это максимальное жлобство. Но в этом отеле еще дают карточки на полотенце. Отель Double 3 by Hilton. Анталия Кемер. И что мы читаем на обратной стороне? В случае потери карточки взимается плата в размере 20 евро. То есть, если я потеряю карточку на полотенце, то с меня возьмут 20 евро. Я не ожидал этого. Вам полотенец жалко. Но зато есть халаты. Халаты, сейф, вешалки нормальные в достаточном количестве, деревянные. Утюг. В этом плане все нормально. Мини-бар пополняется. Там пиво, воды, софт-дринки. В этом плане все нормально. Но не вздумайте сюда ехать. Ни за что. Только на одну ночь максимум переночевать. Если вам нужно переночевать где-то в Анталии, в Кемере, можете на одну ночь приехать сюда. Но я вам не советую, потому что здесь будет дорого переночевать одну ночь. Потому что вам это обойдется 200-250 евро. Ну вот, смотрите, ребята. То, о чем я вам и говорил. Целый автобус свитерков привезли. Коралл Тревел. Пакетников сюда возят только так. Субтитры сделал DimaTorzok